Приветствую всех любителей шахмат. Мы продолжаем изучать творчество чемпионов мира. И сегодня я хочу вам показать партию 11 чемпиона мира по шахматам Роберта Фишера. Эта партия была сыграна в 1970 году. Соперником Роберта был Виктор Корчной, который играл белыми. Итак, Корчной начал игру ходом d4, черные ответили кони f6 и после начальных ходов на доске получилась позиция из староиндийской защиты. Черные фенкетируют слона на большую диагональ и оказывают в целом фигурное давление на центр по заветам гипермодернистов. Белые здесь сыграли слон e2, черные спрятали короля в безопасное место и последовал на это ход кони f3. Итак, на доске разыграна классическая система староиндийской защиты. Своим последним ходом черные создают давление на центральное поле d4 и в дальнейшем намерены поддерживать это давление путем хода конь c6. Белые рокировали в короткую сторону. Другим возможным ходом за белых является продолжение d5, которое ведет к системе Петросяна. После же рокировки в короткую сторону черные пошли конь c6, создавая давление на поле d4. Белые продвинули пешку в центр и конь отступил на поле e7. Итак, на доске сформировались пешечные цепи, замкнутый пешечный центр. И в таких ситуациях белые должны атаковать базу пешечной цепи черных пешку d6 путем продвижения c5. В свою очередь черные готовят атаку на королевском фланге и атакуют базу пешечной цепи белых пешку e4. Проводят ход f5. Ну и в целом черный наступает на королевском фланге, пытается ставить мат белому королю. В то же время белый нападает на ферзевом фланге и пытается добраться до поля c7 и в целом вскрыть линии на этом участке доски. В этом положении у белых есть много заманчивых возможностей. Это и ход конь e1, который ведет к плану Тайманова. И ход b4, который любил применять Владимир Крамник. Ну и в принципе ход конь d2 также является хорошим в данной позиции. Зачем в принципе необходим этот ход? Зачем отступать конем назад? Ну дело в том, что черные намерены рано или поздно провести ход f5. И белым целесообразно укрепить пешку на поле e4 путем хода f3. Далее Бобби Фишер пошел c5. Он таким образом пытается запереть ферзевый фланг. И соответственно помешать белым быстро провести наступление на этом участке доски путем b4 и c5. Ходом a3 Виктор Корчной подготавливает ход b4. Черные в свою очередь убирают коня и готовы проводить свое наступление. Следует продолжение b4. Теперь белые хотят взять на поле c5 и образовать себе защищенную проходную. Черные естественно этому моменту препятствуют и укрепляют поле c5 пешкой. Дальше ладья b1. Поскольку линия b рано или поздно вскроется, а ладья здесь понадобится белым. Черные в свою очередь проводят базовый подрыв пешечной цепи белых путем f5. Ходом f3 белый укрепляет этот пункт. И дальше был сделан ход f4. Таким образом черные переносят базу пешечной цепи с пешки e4 на пешку f3. И будут в дальнейшем играть g5 и g4. Опасность положения белых состоит в том, что наступление черных проходит в непосредственной близости от их короля. И соответственно если белые не успеют здесь создать активность на ферзевом фланге, то попросту могут получить мат. Следовательно белым нужно играть очень активно. И Виктор Корчной здесь пошел a4. Идея хода в том, чтобы как можно больше линий вскрыть на ферзевом фланге, сыграть a5. И по возможности вскрыть линию не только b, но и линию a для своих тяжелых фигур. Ход g5 естественный. Дальше продолжение a5 и ладья f6. Ладья подключается к атаке на королевском фланге. Далее можно поставить на поле g6 для поддержания тачка g4. И здесь Виктор Корчной допускает ошибку. Он разменивается на поле c5, что приводит к образованию лишь одной открытой линии. Хотя в перспективе можно было получить две открытые линии, сыграв скажем ферзь b3. Белые сдваивают тяжелые фигуры по линии b, которая вот-вот вскроется. Черные здесь могут пойти ладья g6. Дальше белые размениваются на поле b6 и размениваются на поле c5. Как видим белые получили две открытые линии. Но дело даже не в этом, а в том, что следующим ходом белые предлагают размен ферзей. Вообще стоит отметить, что без ферзей атака черных на королевском фланге является несерьезной. И если удастся белым разменять ферзей, то у них будет стабильный стратегический перевес за счет большого количества слабостей черных на ферзевом фланге. В частности, пешка на поле d6 является слабой. Кроме этого, белые могут легко захватывать открытые линии. В то же время без ферзей наступление на королевском фланге, как я уже сказал, не такое опасное. Если же черные уклоняются от размена ферзя и играют ферзь d7, тогда в их лагере намечается явная дисгармония. Ферзь мешает слону играть. Белые могут ответить конь b5, усиливая нажим на поле d6. И в дальнейшем путем хода слон b2 подготовить размен ладей по линии a. Здесь у белых стабильное преимущество. Если им удастся разменять ладьи, тогда вторая ладья может подключиться на поле a7. И что называется, белые придут первыми. Но Виктор Львович пошел bc. Он разменялся на поле c5, получил всего лишь одну открытую линию. И как это часто бывает, за первой ошибкой следует сразу и вторая. Ход конь b3 совершенно безидейный, поскольку у коня нет никаких перспектив. Гораздо лучше было сыграть здесь ферзь a4 и на ладье g6 ответить продолжением a6. С идеей только после этого поставить коня на b3 и дальше сыграть ферзь a5, опять-таки предлагая размен ферзей. Ну допустим, после хода h5 белый играет конь b3. Ну и на любой ход черных можно в принципе отвечать ферзь a5, предлагая размен ферзей. Здесь как бы ситуация не настолько хорошая, как в предыдущем варианте. Но в любом случае белый предлагает размен ферзей, если черные уклоняются от этого размена, то у них опять-таки получается дисгармония. Правда, в белых уже не две открытые линии на ферзьевом фланге, а всего-навсего одна. Поэтому позиция примерно равная. После же хода в партии конь b3, черные отвечают ладье g6. Они готовят подрыв базы пешечной цепи белых. Белый отвечает слон d2. Ну это такой чисто оборонительный ход, при случае корчной намерен перевести слона для защиты слабых черных полей своей позиции. Дальше, ходом конь f6. Фишер поддерживает наступление. Белый играет король h1, убирает короля с линии g, по которой действует черная ладья. Ну и наконец-то черные проводят ход g4. Как видим, они пришли на королевском фланге первыми, поэтому ладеют инициативой. Угрожает очень неприятный ход g3. Скажем, если белый сделает какой-то нейтральный ход типа ферзь c2, тогда последует g3. И выясняется, что нельзя ходить h3, поскольку будет типовая жертва фигуры. Слон h3, очень сильный удар. И если белый забирает на поле h3, тогда g2, вилка на короля и на ладью. Ну и соответственно, черные выигрывают качество. Помимо этого, у них очень мощная атака на неприятельского короля. Приходится к корчному, ввиду угрозы g3, забирать на поле g4. Здесь очень важный момент. Не очень хорошо бить белопольным слоном, поскольку этот слон очень часто участвует в наступлении. Как это ни странно, расположенный на поле c8 слон участвует в наступлении на неприятельского короля. В том числе во всевозможных жертвах. Так вот, белопольного слона нельзя менять, поскольку в этом случае белый разменяет своего плохого слона на хорошего слона черных. Соответственно, Роберт Фишер берет на поле g4 конем. Белые здесь сыграли ладья f3, поскольку над их позицией уже нависла угроза хода ладья h6 нападением на пешку h2. Соответственно, им придется поставить пешку на поле h3, и эта пешка будет подвергаться всевозможным нападениям. И своим последним ходом Виктор Корчной защищает поле h3. Дальше Фишер нападает на пешку, пешка двигается вперед. Следует ход конь g6, брать белые не могут из-за связки по линии h. Король отступает из-под связки, уже угрожает взятие фигуры, поэтому Фишер убирает коня назад временно. Ходом слон е1 белый защищает слабые поля в своей позиции, и здесь очень сильный ход конь h8. Идея этого маневра состоит в том, чтобы перевести своего коня на поле g5, и где-то пожертвовать фигуру на поле h3, разрушая прикрытие белого короля. Как видим, белый только обороняется, Корчной здесь пошел ладья d3. Черный проводит свой план, белый здесь сыграли слон f3, укрепляя пешку на поле g2. Конь g5, белый подтягивает в защите королевского фланга ферзя, черный здесь играет ладья g8. Уже грозит взятие на поле h3, поэтому королю приходится опять-таки уходить. Но это не спасает, так как в этой позиции Бобби Фишер находит просто кабаний удар. Он жертвует коня на поле h3. И после взятия на поле h3, слон h3, шаг королю. Что делать? Закрываться слоном плохо, поскольку просто черный забирает на g2, и белым нечем взять. Разве что ферзя придется отдать. Корчной отступил по этому королю на поле f2. Еще один шаг белому королю. Приходится белым забирать на поле g4. Ну и после хода слон g4, белые признали себя побежденными, поскольку на любое отступление ферзя последует ход ферзя h4. И в принципе королю некуда идти, кроме поля g1. Ну а на поле g1 его ожидает очень большая неприятность в виде вскрытого шага. Ну и в результате белые либо несут большие материальные потери, либо получают мат. Так что корчной сдался, и Бобби Фишер одержал над своим грозным соперником очень быструю победу, буквально в 31 ход, разгромив его в своем любимом дебюте староиндийской защите. Что ж, если вам понравилась атака черных в этой партии, подписывайтесь на обновление канала, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok